всем привет скоро новый год хочется красиво украсить елку дом и для этого мы используем обычно гирлянды вот у меня такая вот большая гирлянда была я не помню насколько лампочек но если вот я купила эта гирлянда идет на 100 лампочек то насколько я помню это было где-то на 500 лампочек но вот случилась у нас беда здесь отвалились провода ну кроме этого эта плата сгорела вот видно выгоревшие вот темное место то есть смысл припаивать провода на место нету пыталась я найти отдельно вот такие называются пульт управления или контроллер вот гирлянды ну как-то их я не знаю не продают я не нашла я решила купить простенькую гирлянду вот из-за вот этой штуки и использовать ее вот своей большой гирлянде муж командировки соседа просить не хотим значит будем делать все сами и так у нас отрываем вот эти вот провода теперь нам это все не нужно это можно выбросить паяльник я уже поставила греть давайте проверим эту новую это софи она недорого стоит вот потому я решила испытать так какие-то вот это гирлянда работает новенькая все работает теперь выключаем и раскручиваем эту коробочку вот итак у нас вот идет видно два провода вот вот они это от вилки они так и остаются а эти вот проводочки вот сейчас и немножко все не хочу пока распутывать идут один проводок идет вот как основной и по два провода идут которые с лампочками соответственно на этой гирлянде я ее распутываю и ищу провод который идет без лампочек здесь 5 точно также проводочков так и ищем вот по моему и так мне так кажется да вот эти все да вот один провод он идет без лампочек вот этот идет вот с лампочкой этот вот с красненькой зеленый и желтый и так вот эти мы будем припаивать вот к этим по два провода а этот один провод мы припаяем вот там где один попробуем что получится я люблю пробовать всегда все лишь бы не бахнула для этого первый провод который отдельно немножко убираем изоляцию вот тонюсенький здесь проводочек видно да наверное то недостаточно теперь нужно залудить вот надеюсь что вам видно все я конечно не профессионал но когда что-то нужно припаять в принципе это сделать могу вот и этот провод припаиваем вот к этому там где один идет вот сюда надеюсь что видно вот к этому проводу припаиваем удобно аккуратненько припаяли теперь берем любые два других провода так здесь в принципе есть вот хвостик видно как ниточка провод и здесь тоже их вот так вместе соединю чтобы легче было просто потом припаивать вот так и делаем все то же самое вот так и припаиваем вот сюда к двум тем проводам аккуратненько придерживаем 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 вместе с этими потому что чтобы не отвалились те которые имеются так есть так и то есть то же самое делаем с этими только здесь нужно зачистить в начале от изоляции есть такие щипчики щипчики мне подарили их для того что когда я делаю из бисера цветочки разные деревья чтобы не покупать проволоку таки она дорого стоит я часто что читается 7 вот я часто беру вот в изоляции проводочки вот которые мне подходят по диаметру и просто изоляцию снимает и штучка очень удобно это делать и однажды мне человек подарил такую так вот и то же самое так теперь берем все четыре вместе придерживаем вот так и припаиваем вот в это место вот так ой один синяки у меня сторону ушел поправляем проверяем чтобы все провода хорошо держались так вроде бы все держатся так есть ну и давайте проверим что получилось ну вот все у нас вышло вот муж приедет и я его обрадую вот так вот все работает отлично и теперь выключаю и вот что я еще увидела под смотрела это я уже в интернете для того чтобы вот мы женщины такие сильные и когда что-нибудь выключаем как-то у нас так бывает получается вот чтобы не отваливались эти вот провода при помощи клеевого пистолета вот можно вот как бы вот точечки такие поставить клеевым пистолетом которые эти точки будут потом фиксировать вот провод чтобы он никуда не уходил вот давайте это сделаем так и пока пистолет прогревается я возьму изоленту кусочек буквально вот зафиксирую вот это место это тоже такое болезненное место во во всех приборах где провода заходят в коробочке разные вот я знаю у нас дрель так это вот всегда вот это место там где провод из дрели вот выходит вот почему-то перекручивается там этот провод ну вот для того чтобы здесь тоже это место зафиксировать вот так вот чтобы эти провода ну вот я немножко намотаю изоленты я уже говорила я небольшой мастер сам себе мастер ну как то вот так получается вот и тут будет все хорошо держаться не будут вот болтаться эти вот проводочки они будут более зафиксированы вот так вот и сейчас еще мы здесь вот зафиксируем клеевым пистолетом его пистолет прогрелся и теперь вот такие точечки наносим как бы так клеевой пистолет уже прогрелся вот я уже нанесла первые две точечки и и продолжаем и таким образом укрепляем фиксируем вот так вот плохо плохо прогрелся на большая точка но ничего и здесь все эти паутинки все убираем чтобы никуда они не касались вот так все и осталось нам коробочку закрыть все у нас плотненько теперь зафиксировано и проводочки не должны шататься теперь я так думаю щелкиваем вот чтобы плотненько коробочка хорошо со всех сторон присела и теперь осталось ой улетел один винтик вот так закручиваем 1 и 2 закрутили все и давайте еще раз проверим чтобы после этого все работало ну вот обе гирлянды работают видим все лампочки вот светятся вот в этих гирляндах видно вот переключатель вот по-другому мигает другой режим здесь 8 режимов получается ну вот так что дорогие женщины не бойтесь берите паяльники в руки но вообще конечно лучше пускай муж это делает но в принципе мы и сами можем все всем спасибо за внимание рада что у меня все получилось из двух гирлянд я сделала одну вдруг кому-то это видео будет полезно так как это такие штуки которые все-таки ломаются и очень вовремя вот подписывайтесь на мой видеоканал ставим лайки всем пока пока